Дорожное происшествие Зато слышали мощный глухой удар Медицинская помощь, к сожалению, пешеходу не потребовалась От полученных травм пенсионер скончался еще до приезда врачей Личность погибшего автоинспектора установили быстро Из кармана у мужчины выпало удостоверение ветерана боевых действий Водитель Тойоты Марк 2, уроженец Кавказа, который имеет в Хабаровске свой небольшой бизнес Дать каких-либо внятных объяснений по поводу случившегося не мог Мужчина пребывал в глубоком шоке Пешехода он сбил на зебре, свою оплошность мужчина объяснил лишь погодными условиями Блики от фонарей на мокром асфальте сильно мешают обзору К тому же пешеход, по словам водителя, появился словно из ниоткуда Автоинспекторы же предполагают, что налицо был и другой фактор Значительное превышение скорости На капоте пешеход проехал порядка 30 метров И только лишь потом шофер смог остановить машину А примерно в это же время на проспекте 60-летия Октября в районе воинских частей Неизвестный водитель спровоцировал ДТП, в результате которого оказалась разбита патрульная машина ДПС До столкновения оба автомобиля двигались в попутном направлении Из южного микрорайона в сторону центра города Полицейский Форд следовал по второму ряду За ним мчался Субару, водитель которого в какой-то момент Щел, что патрульный автомобиль едет слишком медленно Шофер японской машины приступил к обгону Но неверно рассчитал интервал между автомобилями К Форду он приблизился слишком близко В первый ряд он все же перестроился Ударившись при этом о заднее колесо Форда Этого, казалось бы, не сильного удара хватило Чтобы нарушитель потерял управление Иномарку понесло в кювет Проутюжив примерно 7 метров мягкого грунта Субару увяз в небольшой речке Как только машина застыла на месте Из салона выскочили несколько молодых людей И бросились в рассыпную Полицейским удалось задержать только двоих Правда, водителя среди них не оказалось Задержанные же вели себя крайне агрессивно Одному из них даже пришлось надеть наручники Молодые люди убеждали полицейских Что в Субару они не ехали И задержали их по ошибке А на привокзальной площади полицейские задержали Приезжего из Улан-Удэ Который по просьбе своего знакомого Снял с шеи спящего в зале ожидания пассажира Серебряную цепь Любопытно в этой истории то, что подозреваемого Стражем порядка сдал тот самый приятель Который несколько минут ранее подтолкнул его на преступление Сам задержанный свой поступок оправдывает Исключительно алкогольным опьянением Пока пассажир мирно спал Цепь с его шеи подозреваемый пытался снять аккуратно Но когда заметил, что мужчина просыпается Дернул, что есть силы и бросился бежать Потерпевшись запомнил приметы нападавшего И сразу же обратился в полицию Менее чем через полчаса предполагаемый преступник был найден На привокзальной площади Правда, не без помощи своего знакомого Из Хабаровска 38-летний задержанный Должен был уехать еще неделю назад Его путь лежал из Улан-Удэ В восточную часть Хабаровского края Где он должен был получить работу На рыбоперерабатывающем заводе В краевой столице мужчина был проездом Но улететь из города не смог Его не пустили в самолет По привычной для него причине Он был пьян Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова